всем привет всем добро пожаловать на канал героями как знаете вы понимаете мы сегодня продолжаем играть в виде мака холеру холеру и пока есть уже построил и поговорить с людьми построить им доброго времени всем здравствуйте всем доброго времени суток можно зайти и подписаться на наши в бусте потому что я подписала стикар 6 ты можно заполнить нас и на твиче подписаться в кашечке там самые новые новости самые старые старые новости самые старые даркон за иди в даркона тоже тебе это иногда бывает диском слышу слышу шаги тяжелую поступь самого неназываемого что это за майка такая еще спасибо тем кто здесь присутствует спасибо что вы переподписывайтесь на бусте кстати потому что люди перед главный человек я вспомнил вспомнил про тебя сергей листов листов сергей если ты смотришь это видео я надеюсь далее не вырежет этот момент чувак ты подписался за 350 рублей ответь мне где-нибудь напиши и всунь нам наконец-то своего mpc подписался второй месяц и просто не отвечает ему уже несколько раз на почту писал но человек заплатил за услугу должен всунуть почему-то практически начал продолжать тему детей судьбы букаки существует как говорится на этом тему закрывать не в этой игре как бы как и увози дальше надо под видосами усыпали просто а еще у нас неправильный мир в сервисе вот специально для этого хочу сказать что ну во первых много чем мы не сделали по механике в первых эпизодах во первых потому что не хотела ребят нагружать лишними механиками пока а во вторых потому что ну так как мы все-таки начали играть в эту систему некоторые вещи мне под голову просто вылетели но хотя были некоторых комментариях заметки которые действительно мне помогли кое в чем разобраться еще у нас неправильный мир всего конечно поэтому если я не хочу применять какие-то штрафы или что-то делать вы косвенописно в книжке мастер всегда про давайте сильно чтобы не мучить людей которые пришли к нам второй третий короче не будем мучить всех кто там приходят и потихонечку будем переходить к самой игре этого само собой все это естественно нам нужно разобраться с тем что здесь вообще эти люди делают и чем-то посетили среди свет и какого хрена происходит само собой для начала надо представить наших персонажей и это будет делать первым делом сами всем здравствуйте меня зовут александра на сегодня я не александра сегодня меня зовут йо ларис фамилию я вам не буду говорить зачем это нужно но она у меня есть я девушка за спиной моей виднеется длинный лук я немножечко скрытная может быть совсем чуть-чуть безэмоциональная и в случае чего готова дать покупушкам любому человеку и не пропускает меня вперед бьютифул следующий нам свою историю поведает евгений удачно получилось всем привет я женя мой персонаж леннард из атры ведьмак последний ну или один из последних предшествий школам антикора любители обращаться со счетами одиночка которому выпала честь сопроводить нашего предыдущего персонажа куда-нибудь максимально безопасное место благодарю дальше кирилл всем здравствуйте меня опоздавший зовут кирилл и мой персонаж from большая детина машина для отрывания левых ног которые в принципе обладают некими магическими способностями и будет дальше смотреть как разворачиваются события и предпринимать какие-либо запланированные и незапланированные действия спасибо за внимание прекрасно прочитал чат и понял что если джей роранду это скорее всего сергей листов да или я правильно пуду не правильно пуду не важно вообще внимательно я без понятия дальше это будет да нет меня зовут здравствуйте с даниил чем с этого а персонажем его зовут заблавок ордок он по профессии в предприниматель работает курьерской службы доставки разных интересных товаров ну может быть стараются делать это немножко незаметно вы зима деливери отлично название зафиксировали бренд да можно право на нейминг не важно а в общем то попал сюда совершенно не случайно мистер наниматель попросил его вывести свои вещи все-таки курьер но к сожалению сам скончался и теперь не зима захвачена и надо что-то делать зарабатывать деньги потому что бизнес прогорел здесь надо как-то восстанавливать свои финансы свои связи и подниматься дальше выше чудо и повер всем привет меня зовут поверудес на сегодня я дел маечку специально отражающую суть моего персонажа если кто-то кому-то надоело играть своим персонажем я могу принять заказ как ведьмак на чудовище я на персонажей и в принципе сделать создать возможность для игры новым персонажем как это было сделано в прошлом стриме но мой персонаж краснолюд ремесленник собственно известный достаточно как мы узнали сегодня перед стримом даже пара бардов поют обо мне песни и сказывают легенды в других городах поэтому я весьма известный ремесленник как я и говорил до этого вот зовут меня лешек красная грива бизнес собственно прогорел брат тоже прогорел вместе с бизнесом к сожалению в общем то вообще короче все плохо остается только фигарить либо за золотом либо к родственникам брату и сестре секстре в новиград но до двух сначала надо доплыть а судя по первому стриму не факт что это удастся сделать да все так мощный сильный борода и гладко выбрит гладко выбрит сбоку огромная красная грива на голове волосы на волосах одет в воединский гамбезон двуслойный капюшон стеганые штаны и между прочим стальной маклера и булава которая наносит 5 к 6 урона 66 юрифа один из нас познакомился очень лично и булавой кто же нам расскажет о событиях предыдущей нашей ну можно сказать сессии господи я забыла что нужно рассказывать да такое случается этим заняться у меня выпал один это все потому что я посмотрела на тебя конечно да это проклятье я на него никогда не смотрю когда он бросает я смотрю я запугиваю руку их ну блин это пользую сферу энтропии это плохо если честно потому что я давайте на другой давайте перекинем а то саня я расскажу давай я примерно помню что было на чем я тоже хорошо помню я выделю тебе момент в общем началось приключение история вернее даже не то чтобы приключение в целом история началась с того что некий ведьмак по имени леннард зашел в дом к некой девушке по имени и ларис принес ей не самую веселую весть о том что отец да по-моему снижаясь дурадец вдруг ведьма тоже был один твой отец в нету вообще да кто-то в общем я тоже не знаю не помню в общем ведьмак который приглядывал за и ларис мертв и леннард говорит ну чё пошли вместе со мной есть дело я отправляюсь в зиму своему другу а именно ольсену декантен и они пошли в это время лешек со своим братом продавал гвозди некоему старику который покупал их каждый день непонятно зачем вот ему тоже пришло письмо о том что то его приглашает ольсен декантен к себе в дом свой меньшин свой замок свой дворец дабы сообщить какую-то весть и при этом какие-то достаточно интересные новости которые могут быть неинтересны обматерили какого-то рыцаря вместе с братом и отправили собственно в этот дом собрались в доме все предыдущий персонаж когда не какой-то сайфер риджик если не ошибаюсь вот про соски лиги товарищ еще два эльфа мужик идеи девушка аки и сара а вот коргел соски лиги в общем поговорили и the content нам сказал что есть у него дневник в котором описан замок или поселение неретар напоминает с несметными сокровищами и знакомые sky 2 на помог ему найти как раз этот дневник и местоположение скорее всего этого замка рядом с корм археном морхеном вот и он предлагает нам всем заинтересованным отправиться туда дабы разборгатеть и так далее и тому подобное но на самом-то деле у него свадебка с женой его невестой анны с которой нужно очень давно живет вот свадебка должна была быть в этот на следующий день на следующий день на следующий день потому что аннушка беременна в общем все в порядке все делаем гуляем свадебку собираем шматье едем на строк и оттуда пароходом кораблем скорее всего в этом мире вернем или пароходы отправимся в новиград где останется она ольцин должен был отправиться с нами походили сходили пришли на вечер на тусовку ли тоже было свой фон на вечер просто пришли на праздничный ужин скажем так на разогрев между свадьбой перед свадьбой сидели пили нормально все было кайфово но тут раз чувствуется кто-то начал кашлять кровью не к добру мы поняли вошла анна сказала что ах вы твари по-моему дневник был тоже убьем тот самый который должен был быть у улицы на декантена на самом деле оказалось что это совсем не аннушка оказалось что это какая-то рыжая мразь знакомая фролу между прочим вот-вот он не до конца хочет рассказывать что это такое за девушка была вот возможно была она в итоге часть отравили людей остались в живых мы пятеро сайфер сгорел поэтому мы четверо и дворецкий если не ошибаюсь который сопроводил наш тайный путь из дома пальцы на декантена к месту где должны были собираться все вещи и все остальное дабы все-таки отправиться потому что началось неожиданно когда мы вышли на улицу неожиданно нежданно негаданно из-за поворота перед стенами вы зима оказались бойцы нильфгарда армии нильфгарда которая стала кромсать всех подряд захватывать город и так далее мы из огня полымя бежали кто-то на лошадях кто-то пешком кто-то принципе не бежала ждал нас у места встречи вот в итоге мы оказались на лобке уважаемый предприниматель записал тебя булавок орда лавок как булава только благо судьба видимо благо записано благо ждал нас картинами с вещами ольсона декантена перевез нас куда-то по озеру по реке куда-то южнее так по ним по моему как мы поняли сегодня с южнее вы зимы там высадились поняли что ёпта все хреново на север отправляться нет смысла потому что там армии нильфгарда путь к тимерии по сути по земле отрезан либо через бояк нильфгарда продвигаться что не так чтобы нам очень хотелось и мы решили отправиться ну на строк так на строк раз таков план был ольсона декантена значит в этом есть к зерной истины какой-то и мы отправились но прошли мы вечером какое-то время мы прошли у вас у пьянка была уже ближе к виду неожиданно вышли к нам некие скотели и хотели нас пострелять но ведьмак молодец ведьмак немножко договорился и в итоге нас привели к главе я так понимаю к ёрвитов скотели известный персонаж между прочим вот он как бы был не особо доволен но в итоге с ним нашли общий язык удалось он предложил ведьмаку работу собственно в основном ведьмаку но и нам как бы как игра называется ведьмак все таки а не краснолюд и нильфгардец и предприниматель вот игра называется ведьмак поэтому ведьмаку предложили работу некие дети вернее конкретные дети из другой деревни скай отелей выдвигались пропадали и без не могли найти следов этих детей и собственно сказали найдите детей разберитесь каким-нибудь чудовищем потому что всех людей вокруг эти скотели вырезали потому что думали что это они но дети все равно пропадали мы взялись за работу за что я пообещал безопасный путь через бракелон что в общем то в какой-то степени делает часть нашего пути безопасным и возможно даже ускорит в какой-то степени вот согласились естественно пошли там вот это вот как чуть-чутье ведьмака работал там подсвечивали следы как компьютерных играх там все как надо и в итоге мы узнали что чудовище которое похищает детей что-то из наруто потому что это какой-то девятихвостый лист реликт агуара в итоге мы смогли найти место проживания так предполагаю этой агуары дом где была всего лишь девочка которую звали айнерис если не ошибаюсь которая путем запугивания не станет гард как запугал девочку которая нам открыла дверь мы пришли засели в доме уснули кто-то не уснул и в дверь постучались на утро принюхались и что-то сказали что вам здесь надо ну и хочу было кто вы такие или кто вы такие прекрасно уже рассказывал прекрасный рассказ интересный факт ул раз владеет северяния у героев на гейминг это не львгард кто сказал что злодеев наши команды про это никто не говорил ничего не простолюд злой покатился кто-то кровь пролил это он мне нравится что все что одели сегодня в черное а я один голубень и ты еще голубенько черный я метролитет конец аааа ты хотел сказать на самую интересную часть пропустили но это не важно ладно это не так важно было восстановить справедливость я сказал что я тебе в данный момент да хорошо я постараюсь быстро это все описать потому что это очень больно мне по сердцу по голове вообще мне лично по сердцу так вот перед перри между тем как на мы посидели у олсона до контена и его свадьбы вечером у нас был свободный промежуток времени который мы ходили там закупались там всякими снадобьями эликсирчиками это материалами шмотками и группа собравшихся уже на путь как до контена налетала на ну как на них напали 6 каких-то местных гопарей да и ларис с одному дала как она сказала по кокушкам ему было довольно неприятно насколько я помню я со своего старого персонажа сайфера риджика получается растворился в тени подкрался незаметно к одному вырезал одного ранил второго меня тоже ранили и мистер гном втащил место гопарю мне по животу по голове критическая случайность более справедливая вы похожи с гопарями ты же тоже как бы с преступником играл а что че ну как бы да ну как бы и да вышел как-то и стиль дайте ему еще пару минут эфирного времени я сейчас отбегу вернусь беги а то сейчас тебе отбиваться от агуара у нас сейчас как раз будет начало с большого флешбека потому что по-другому мы не умеем раскрывать персонаж поэтому да что умеем только за 60 долгих-долгих серий ну да меня честно пытались спасти мне разорвало живот хотя попадание было в голову но не важно вот та самая эльфийка не помню как ее зовут Сара Сара да меня вроде как подлатало но начался пожар неизвестно выжил ли сайфер или остался там его кости теперь поглощены обменял я думаю с ним все в порядке все нормально он сейчас в лучшем месте между делом я напомню что у нас есть система доната она вот прямо подо мной я немножко ее поменял теперь у нас есть система доната не очень хорошая для ребят и неплохая для ребят первая и вторая система не хорошая для ребят это призыв так сказать в игру дикой охоты и призыв в игру зеркального человека они сейчас не чувствуют у нас 5 тыж каждый то есть каждое деление до 1000 рублей каждое деление когда набирается новое деление мы будем в игру вводить ну постепенно будем в игру вводить какое-то новое давать им новое дополнительное испытание по пути и оно будет определяться рандомно поэтому это будет весело там может выпасть и дракон извините от меня зависит от меня зависит от меня зависит от меня зависит кроме того да стеклянный человек спасибо и кроме того средние полосочки которые вы можете видеть это заплатить чекай на монеты это чтобы наоборот помочь ребятам и каждое деление действует 500 рубликов и если набирается 500 рубликов ребята получают очко адреналина которые они смогут использовать либо на дополнительные пзшки себе в любой момент жизни либо на дополнительные к 1к6 к попаданию нет к урону к урону либо я добавил еще один пунктик вы можете использовать свой адреналин на переброс любого броска так что полезная штука это возможно вам спасет жизнь как могла бы спасти сайфера но адреналина у него к сожалению не было да поэтому пожалуйста если захотите ребят поддержать можете забыть если захотите поддержать не поддержать ребят можете сдавать на дикую охоту или на стеклянного человека на зекурацу ааааа что давайте пока там Женя оп ты же пузька ровандуном ака Сергей Косток скидывает тысячу рублясов на дикую охоту наверное ну говорит понеслась да на дикую охоту на дикую охоту там как бы еще есть шансы не дожить за нее вы держитесь пацаны ну давайте коль у нас появилась первый пунктик набрался давайте кто-нибудь из вас скинет мне к сначала к 10 скинет скинет только не краснолюд только не краснолюд только не краснолюд нет или ты китай китай первое к 10 будет для определения из какой книжки я буду делать четыре четыре это четное хорошо теперь мне нужно к 100% на кубик два кубика да получается это на чудовище они скажут а я хочу кидать на последнюю финальную тринадцать счастливые числа тринадцать нет думаешь что сейчас узнаем узнаете что ладно когда-нибудь узнаем мы ввели одну одну штуку в игру которой там не было мне надо будет тоже время подготовиться мне кажется что для нас ведьмак это будет как этот ктуху линь где где постоянно в персонаж меняются в ктуху меняются персонажи когда ну типа наш такой персональный ад пускай будет так я забыла неправильный да ты снова возрождаешься и ты вынужден играть ведьмака потому что история еще не закончена это ктуху мне напоминала у нас был шот же на эту тему ну когда нас убивали и мы возрождались да но мы возрождаемся в разных своих прайд давайте поедем а то уже двадцать пятьдесят четыре а мы еще ничего не сделали давайте поедем и начнем мы как я уже говорил с небольшого ну условно назовем это флэшбэком флэшбэка там дикая охота и появится видимо примерно лет так тридцать с копейками до событий которые происходили у нас в игре ты фроу а а а а ты давай так расскажи где ты живешь что происходит с тобой в это время тридцать лет назад тридцать лет назад но скорее всего я еще кучу в академии там все это проходит мое обучение проходит относительно неспешно неспешно я постоянно закатываю какие-то вечеринки постоянно приглашаю своих сокурсников так сказать по искусству но в свободное время когда меня никто не видит я уединяюсь в библиотеках и активно изучаю всякие тома связанные с магией и заклинательным искусством а если быть точным связанные с хаотической энергией энергией хаоса да и пускай в одной в один из таких дней когда ты сидел занимался своим изучением познаний которых тебе в принципе не придают не преподают к тебе подсела девушка симпатичная рыжая девушка с кучей веснушек на лице молоденькая совсем с весьма веселой улыбкой с которой сразу бросалась в глаза и что-то тебя в ней зацепило что-то тебя привлекло к ней так что твои мысли собственно от нее это больше не отлипали хотеть вы начали вместе проводить, мы начали вместе ходить на занятия вы сможете изучать что-то скоро ведет вашего имя или каков воե и вы на стали проводить время вместе гораздо больше и может быть может быть ты знал что ее родители прознали про ваши отношения и они были но не совсем довольны всем этим происходящим они были против но тем не менее несмотря на что вы продолжали ваши ваши встречи и спустя какое-то время это какое-то время ты ее унес унес куда-нибудь где-нибудь загородный дом я думаю ты не мог себе позволить тебя богаты родители они тебя обеспечили какими-нибудь виллы загородные 9 на отшибе так чтобы вас было трудно найти вы может быть даже бросили академию ты вы вряд ли научились и бросили академию чем я был наверно инициатором бросание академии рассказывали о том что вы жили в этом доме какое-то время и пускай так воспоминание такой легкий действительно флешбек ты сидишь у себя в особняке может стоишь у окна осматриваю твое владение смотришь что погода портится понимаю что утром будет дождь скорее всего за ночь набегут тучи случаешь как легкие шаги пробегают по комнате и чувствуешь как нежные руки твои девушки они обнимают со спины и прикладываются к твоей спине лицом она тебе шепчет что-нибудь что какие-нибудь слова которые ты любишь которые ты принимаешь только от нее потому что он ты все-таки не такой нежен как все дела но ты от нее принимаешь эти слова потому что тебе ты понимаешь и чувства на тебе спуты ты испытываешь эти чувства к ней происходит флешбек снова называемая вспышка памяти проходит какое-то время танки сообщает что ее родители прознали где вы живете и у вас на этой почве возникают какие-то конфликты вы начинаете части ссориться начинаете как-то друг другом ладить но уже не так как было раньше немножко что-то пошло не туда проходит еще какое-то время снова вспышка памяти ты держишь на руках эту девушку она лежит и видишь как у неё что она не дышит ты держишь ее на руках потеря политически стекает стекают слезы ты что-то говоришь невнятное себе вручать себе под нос и твой взгляд падает на а почему нет пускай на зеркало просто это восполнить и ты начинаешь злостью что-то говорить это зеркало и в моменте ты видишь как в этом зеркале проявляется очертание но снова вспышка ты открываешь глаза чувствуешь горький прискус железа во рту ты видишь на смотришь на свои руки видишь что они все в грязи и в крови ты чувствуешь холод потому что ты понимаешь что ты обнажен и ты видишь что находишься в помещении этот твой дом но как будто бы за ним не ухаживали долгие 30 лет все вокруг серо где-то покрыто мхом и плесенью вся мебель она уже сгнила разрушилась и с потолка откуда-нибудь из пробоет в крыше в капает дождевая вода на пол растекаясь большой лужей ты лежишь на полу холодно рядом с тобой стоит мужчина он на он прикрывает тебя плащом говорит он что-то говорит ты не понимаешь не понимаешь его фразы потому что ты не помнишь что такое слова он прикрывает тебя кивает себе может пацана ли ты понимаешь что он говорит что что все будет хорошо ты веришь чуть поводили от него возле стены облокотившись на стену видишь сидит на полу тоже еще один мужчина ты видишь его тело сильно изуроданное и сцарапано пускай будет даже несколько человек ты видишь двое лежат все в крови растерзаны их тела разорваны буквально на части у кого-то отгрызана половина шеи кровища до сих пор еще вытекает на пол у кого-то размножена голова и переломные руки и вот это мужчина он в довольно приличной кольчужиной броне в принципе в приличных доспехах кожаных сидит у стены и перше стыня ты видишь у него рядом лежат горяча он смотрит на тебя кидает на тебя тяжелый взгляд ты видишь кошачьи глаза которые смотрят на тебя он глубоко вздыхает говорит что это мужчине который стоит рядом с собой тут нервно кивает и уводит тебя с тех пор ты жил вместе у ольсона в загородном доме наверное это все вспоминаю время какого-то ближайшего ночлега задаюсь впервые за долгое время вопросом тут же были те растерзаны так и не выяснил ольсона кто же они были кого же я успел убить тошно я дальше стараюсь идти как нужно дальше наверное здесь в этих тягостных думах осознание приходит себя и ты просыпаешься ты просыпаешься наверное по брену боя не совсем ты просыпаешься наверно того что наверное тебя кто-нибудь пинает бог пускай это кто-то из вас пускай ты ты пинаешь его бог чтобы он проснулся ты просыпаешься видишь что рядом с дверью сидит ведьмак давайте так вы находитесь в собственно говоря в этой избе и месторасположение расскажите мне что находится в избе есть входная дверь условно говоря с другой стороны по левую сторону получается на на северной стене двери на западной стене окошко единственное в этой избушке на восточной стороне печи кровати и на южной стороне ну там шкаф шкафчики сундуки и такая снасть где кто находится мне просто интересно ну я у двери это знаю там а я по-моему говорила уже что я скорее всего по-моему я говорила что достала лук поэтому скорее всего я стою напротив двери но вдалеке ну чтобы в кого-то попасть чтобы попасть четко в того кто за дверью ну я рядом с кровать там же девочка она на кровати спит да я рядом с этой девочкой вот можно сижу обкатившись на кровать ну то есть кровать снизу на спинку кровати ну в данном случае поднимаюсь рядом с этой кроватью ну я тоже там же коль я гружу во-первых фрола во-вторых девочка уснула меня на коленях поэтому скорее всего либо она на кровати спит либо просто на коленях хорошо я наверное на кровать ее положил я сплю на хозяйской кровати хорошо как тебе там по-новому да лавок хозяйская кровать она ближе к входу поэтому ты ближе к ведьмаку получается ладно хорошо такая расстановка спасибо большое я с позорением вашего задоната зачитаю чуть-чуть попозже когда у нас будет после перерыва чтобы не выходить из игры но спасибо большое он задонатил нам на стеклянного человека поэтому чуть позже мы кинем еще раз нового монстра не хочет видимо посмотреть до конца приключения итак вы находитесь в позиции вы слышите вот эти вот шаги на улице которые подбежали к двери вы слышите как кто-то принюхался и потом задал вопрос кто мы и пожалуйста вы в игре у меня есть возможно что-то еще делать пожалуйста первым делом я смотрю на ту какова дверь она набрала из одной доски или там есть нет там есть сочленение это деревянная дверь а уличная крестьянская деревянная дверь ничего такого ну в таком случае я просто безмолвом гоняю меч в сочинении вяжу хозяин барин я была мысль что достал в таком случае в таком случае я включаю битву чё я еще думал мне будет хорошо давайте в таком случае кидаем инициативу это как напомню еще раз атака 10 плюс ваши реакции пропитые да я пропитыми только игра реакция да это рефлекс а крип провал здесь работает да да просто вычитаешь из реакции просто будешь мне сумму две единицы подряд ребят кто у меня лешек давайте еларис шестнадцать лена определитесь кто первый ведьмак ну фроу ты первый я надеюсь что девочка не будет ходить в принципе я наверно вижу что ведьмак протыкает дверь мечом но он еще не протыкает дверь мечом он показывается замахивает его если он взмахивает я позволю себе описать я не взмахиваю я оставляю его между в проем бежу с лосками и готовлю тут сложный выбор но я наверно в данной ситуации не буду поддерживать ведьмака я уйду нет и попробую возможно остановить его руку попробуй я хочу подбежать в принципе своей реакцией может схватиться прям за само лезвие либо за гарду чтобы остановить рукой гарду вот и бросить ведьмаку что мы можем договориться ну если у меня это удастся что можно и кинуть давай так ты пока ничего не кидаешь хотя давай пробейте мне вашу реакцию просто чистую реакцию просто чистую реакцию без всяких дополнений у нас нет у нас есть только чудовище 14 11 11 окей ты взмахиваешь мечом на тот момент ты чувствуешь как прям вот жестко твой меч останавливается в воздухе оборачиваешь голову и видишь как-то за руколянку держит какого дьявола пробуешь мы можем попробовать договориться хотя бы узнать что-то где остальные дети не сходи с ума вам поставлена краткая и четкая задача убьешь руку или я тебе пальцы я положу мечом подсказываю что я могу это реально сделать в любом случае то что там происходит она уже наверно слышит то есть мы это громко делаем я тогда я все равно пытаюсь держать руку и бросаю в этот момент фразу мы просто гости ну давайте сделайте проверку атлетики силы получается отрезают мне руку или нет? сила сложения нет сила навыки сила вот сила ты не такой прям сильный ты не там ты не там ты не там не там зачеркнул силу и написал телосложение навык силы вот а все 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 вот это телосложение а эта сила как была так осталась ну не так то я довольно сильный ну так кое все ну вот 14 шесть давай 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 все хорошо давай давай мне даже чен-то что не придется я собственно просто подожду на улице пока вы друг друга переведете да пожалуйста это борьба Ты можешь блокировать либо оружием или чем-нибудь еще. Короче, либо блокировать, либо сменять диспозицию, либо контратаковать. Я на секунду перебью, здесь кубики взорваются. Десятка, да? Ну, я в любом случае, если ведьмак меня пытается... Но они не прибавляются. А, прибавляются, да. Уклонение, изменение позиции, блокирование. Изменение позиции я как бы назад. Да, просто отшатываешься. В данном случае я делаю именно отпрыгивание. Вот. Так, чтобы он меня не задел. Изменение позиции ты отходишь на какое-то расстояние уклонения, и ты просто уворачиваешься от того гора. Оставаясь на месте. Не, я отпущу. Если на меня уже как бы ведьмак нападает, то он как бы полностью хочет начать сражаться. Данира, сам посмотри, пожалуйста, блокирование щитом. Это ближний бой? Сейчас добавляем. Ух, десять! Нет, это единица, а потом десять. То есть там минус сколько-то, да? Минус один, да. Ну или сколько-то. Это реакция? Ты скажешь, что в животе отказывается просто? Минус десять? Нет, минус одиннадцать. Минус одиннадцать даже. Минус одиннадцать даже. Сумма идет. Да, да. А, это еще раз. Это уклонение я бросал? О, нет. Изменение позиции. Это через реакцию, скорее. А, если это через реакцию, то... Ну там минус два. Минус один, да, минус два. Одиннадцать минус девять. Наноси урон. Двадцать один. Минус один штраф, а двадцать. Двадцать. Черт. Урон давай. Угу. У него больше на двадцать два. Я забыл, как мы это делали. На сколько? У тебя указано же урон, сколько у тебя бьет. Плюс десять всего. Ооо. Так. Еще раз. Ногой, если он бьет. А, там есть урон ногой. Ногой, да. У тебя есть ударный бой. Вот. Ударный бой. Ааа. Включен. Одинк шесть плюс... Одинк шесть плюс шесть. Так. Удар в туловище умножается на один. И у меня десять. 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 У тебя броня сколько? На туловище. На второй стороне. На второй стороне. Так, здесь. Десять получается. На туловище восемь. Восемь? Значит, два урона. А то, что... А за разницу, да. А то, что у него, да, разница. За разницу, защита. Ну, это, как бы, должен быть крит смертельный урон. Я не знаю, сможет ли ведьмак пробить ногой насквозь с несчастного этого. Нет. Давайте не будем. Не, ну это странно. Ногой, смертельный урон. Пропустим это. Ну, да. Смертельный урон ногой, нет. Вообще, по идее, это по выносливости надо бить. Потому что это не смертельный... Да, это по выносливости. А это не по здоровью бьет, да? Это по выносливости. Несмертельный бьет по выносливости. А-а-а. Смертельный бьет по козле. А-а-а. Да это челку пока. Поэтому, да. Вы видите, как ведьмак, выхватывая свой меч, с силой лупит, наверное, Фрова в кузо. Фрова отлетает в сторону, ударяется о стену. Это будет прижарка себе, получается, из носливости 2. Спасибо. А то, что там доп. урон тоже за этот сам? За 10 еще. Да, доп. урон есть. 10 за разницу в защите нападений. Ну, тогда выходит, наверное. 12. А доп. урон режется броней или нет? Да. Ну, там у него есть... В любом случае. Да. Я, блин, щиты твои все еще. Щиты, по-моему, через ближний бой. Женя, у тебя щит через ближний бой? А-а-а. Сейчас проверим. Просто мы смотрели, у меня нигде не записано. Да. Через ближний бой. Все, спасибо большое, что у меня тоже щит. И я им сражаюсь. Да. Но, тем не менее, у тебя на этом, получается, все действие. Ну, я отвлекаюсь. Да, в любом случае отвлекаюсь. Ну, я собираю следующий ход удар. Окей. Еларис, ты видишь всю эту страну в скалце? Ну, я понимаю, что я сейчас... Господи. Там стоит кто-то, ждет, пока все это происходит. А прямо перед дверью два огромных чувака бьют друг друга. Гениально. Там же есть окно? Да, есть. Я, наверное... Убью... Ну, ладно, опускаю лук. И хочу заглянуть в окно. Обратно шторку. Хорошо. Хорошо, жалюсь. Там нет шторки, там просто открытые окна. Да. Хорошо. Ты гуляешь в окно, и ты видишь... Окно находится по левое... По... Ты не видишь, что ли, толком нечего. Ты, может быть, видишь тень. Хорошо. А тут же не сподвольного солнца. Потому что она стоит перед дверью. А сзади есть окно? Нет. Окно одно, я же сказал. Только одно? Да. Да. Я вижу только тень. Да. Давай я попробую тогда тихо выйти. Близь в окно? Да. Тихо вышел в окно. Да. Ну, покрым скрытность. Давай скрытность, чтобы сделать все-таки незаметно. Сейчас, секундочку. Найду скрытность. Я в этот момент, наверное, отшатываюсь от удара ведьмака. Несколько шагов. Ну, можно выжить. Хватаюсь за живот. А, все, нашла. Ну, как бы спокойно к этому отношу. У-у-у. Подумаешь вот так. Но я себе поставлю дополнительную злость. Правильно я понимаю? Это скрытность плюс ловкость плюс то, что я выкинула. Да, совершенно. Ну, это 17 плюс 16. Ну, посчитай. Бля. 31. А, 17 плюс 16. 33. Да, 33. Хорошо. Ничего себе. Ну, ты охотник. Дочь охотника. Нужна охотника. Приемная. Ребенок охотника. Кто ты там? Казалось ему так просто. Нихрена себе. Сколько у тебя вышло? 33. Хорошо. Хорошо. Что? Там надо дать через 50? Плюс к 10. Все. Ну, ты выбираешься на улицу, но это занимает у тебя какое-то время. Хорошо. Поэтому ты медленно открываешь, тихонечко, очень тихо открываешь окошко и выбираешь на улицу. Хорошо. Рефлексы уже, мои бизнес-рефлексы срабатывают. Принимательские. Да-да. Я вскакиваю, пытаюсь сообразить, что происходит. Ну, ты видишь, наверное, ситуацию, видишь, что прол лежит, может, ты обрушил какой-нибудь стол, на тебе лежит куча склянок и еды, может быть, которая лежала на столе. Возле двери стоит, замахнувшись мечом, ведьмак. И в окно вылезает, собственно говоря, ваша охотница. Я супер-разно пытаюсь сообразить, что происходит. Предполагаю, что, видимо, чудищество, что пришло, но почему внутри лежит куча склянок, я не понимаю. Наверное, подхожу к нему и, типа, эй, чё? У меня что случилось? Я говорю, вытаскивай оружие, готовься к бою. Бей виньков. Нет, просто готовься к бою. Хорошо. Я хочу отойти, забезай из него часть комнаты где-нибудь. К Фролу. А? К Фролу. Ну, я к нему подошел, спросил, чего кого, и хочу скрыться. Ну, как бы, просто дальше отойти в конец комнаты. Ну, он и так в конце ответ. Хижина, она небольшая, там прятаться особо негде. Фролу лежит в самой задней части, на южной части, получается, избушки, куда-то отошел. Ведьмак стоит на северной части. Давай. Хочу в шкаф зайти. В шкаф, хорошо. Ты понимаешь, что тут все и начинается. Хорошо, ты прячешься в шкаф. Лагиат, лагиат. Ладно, следующий у нас, наверное, ты, выбираясь из избы, видишь, что из-за стены избы выходит это существо. Ты видишь, наверное, ты видишь по тени, что сначала за угол выходит девушка. Довольно симпатичная девушка с эльфскими ушами, с рыжими волосами, спадающими на грудь. Пожалуй, от эльфа ее отличают только действительно большие желтые глаза, которые бросаются в лицо. Но ты видишь, что она выходит и начинает буквально на ходу, у нее начинает буквально почти с каждой поры на лице и на теле вылезать шерсть. Серая, серо-рыжая шерсть. Ее морда, она немножко оскаливается, видишь, как у нее отрастают зубы. Она как в оборотних вылазит. Глабра. Он примерно в такое же состояние. Выбегает за угол, и она выбросила 35, поэтому она замечает, как ты выпадаешь из окна. 35? Ну... Жесть. Ладно, я бы... И ее ход. Ну ладно. Я просто хотела бы тогда и сказать еще. Она с криками «Отбайцы моей удачи!» И она кидается на тебя, ты видишь, как ее когти, они очень быстро вылиняют, взагиваются, и она мчится в твою сторону. Ты можешь попробовать сделать либо уклонение, либо блокирование, либо изменение позиции. В окно запрыгнуть назад. Угу. 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 Уклонение делается уклонение и изворотливость. Изменение позиции — это атлетика. Мы с тобой неправильно кидали. А, да, мы с тобой неправильно кидали. Всё верно. Это она была атлетика кидать. Блокировка оружием — это... навык владения оружием... Ну да, либо ближнему, либо... Либо ближним щитом, да. Либо борьба... Борьба, чтобы сблокировать телом. Нет, я телом не буду блокировать. А? Я буду делать уклонение. Уклонение? Давай Уклонение. 24 неплохо с реакция кока 24 у меня 21 поэтому до тебя ты видишь когти вытягиваются на тебя вовремя отказываешься сторону может быть даже не отказываешься просто делаешь выпад какой-нибудь приспригиваешься китовой и лаву фуф поносит мимо тебя то может быть даже она попадает своими когтями в стену избы лишь когда огромный зазубрина остаются на этой стене оставляя глубокий глубокий это порезанный ну и собственно говоря она делает второй удар потому что у нее 2 2 атаки заход и сейчас ты можешь снова делать уклонение или что-то типа это но уже тратишь одну волю на это волю или выносливать выносились простите пожалуйста у меня снова 21 блин это очень маловероятно что выкину столько же мне кажется у меня двадцать 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 в окно как геларис хочет умирать геларис вылезав лишь его из окна не где-то что шаг в сторону не подойдет а серая рыжая маска махать своими крыши на своими лапами перед прям перед ней ларис ловко уворачивается от ее ударов не получая никакого совершенно урона и на этом она пока что все и лешек я вижу наверно потому что я получается напротив окна стоит до кровати же на то есть стене где окно вижу вот это вот уворачивание в восходящем солнце эта девочка мама рядом с кроватью ты видишь как она начинает плакать истерично пытаться подбежать побежать к выходу я думаю она будет последний ходить я наверно думаю что делать кричу говорю что вы делаете недоёбки хватаю девочку могу ее схватить конечно взять вместо мы сделаем проверку у нее слабые возможности но я хочу ее я хочу наверно в окно ее высадить выкинуть в окно не выкинуть аккуратно высадить я не хочу выкидывать его хорошо это что глупо крича наверно с девочкой все в порядке давай сначала пробую исходить потому что она пытается сбежать от тебя у меня а чё кида силу давай силу у меня 17 в таком случае ты да надеюсь она спрыгивает на кровати бежит в сторону ведьмака но ты и хватаешь хотя и же за плечи подтягиваешь к себе и она брыкается когда кричит мама пытается вырваться может быть бьет пинает тебе ногами ты чувствуешь хвосты которые будьте по ногам но ты охватаешь тем не менее подносишь к окну и аккуратно не менее вот так вот пока пока это происходит у нас начинается следующий раунд ну я на подоконнику наверно сажаю кричу типа с девочкой все в порядке проб бой между и ларис и девятихвостый огурыш да агуара агуарой происходит как бы но мы его видим через окно да там сейчас подходит лешик и несет девочка в руках которая брыкается она наверно замечает то что ты несешь именно к окну а там видит свою маму и она начинает типа туда и кричит мама ну я да ну я понимаю что ситуация как бы опасная в любом случае возможно вижу что вот эти когти когда когти эти летают что с этим существом уже бессмысленно договариваться я использую свое заклинание они 5 энергии 12 метров 4 до 6 урона попадание я честно я не помню как она работает это магия это смотри перед тобой стена и окно то есть тут будет сложнее попасть потому что это все таки ну алё это какое заглядание это что огонь вода огонь 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 просто я не помню как касается на я сейчас скажу ты не скажи это мастер новичок это получается новичок заглядание новичка волю плюс сотворение заклинания да и не дата 5 выносливости позволяет швырнуть сгусток пламени с противника находящихся в пределах дистанции заглядания пламя на 4к 6 и 70 процентов 20 метров длительность мгновенная защита уклонения или блокирования до варень загляданий плюс волю покидаешь я делаю уклонение так иначе я трачу одну выносливость видимо и мне стоило вы кинуть уклонения я трачу 5 выносливости да наверно так но у меня более у меня 9 сотворение заклинаний у меня 3 то есть 12 у меня без броска это 12 или 21 21 нет а в таком случае да наверно ты поднося леших поднося девочки как ступенька в окно вылетает огненное пламя огненный шар который буквально влетает в эту макнатое существо и паляет ему 4к 6 урона давай проклятый нормально так 4 6 11 урона и семьдесят пять процентов горения а как это делается если меньше на получать до 42 меньше 75 да наверно и ларис ты видишь как перед тобой это можно кидать на тебя краски в этот момент видишь как не буквально в лицо влетает у меня шар она у нее шерсть загорается начинает орать визжать может пытается сбить тебя огонь огонь на них все еще горит можно расцарапает себя своими кофтями пытаясь сбить горячую кожу и 70 горение это у нас персонаж объят пламенем каждый ход получает пять пунктов урона по каждой части тела броня поглощает урон но при этом огонь наносит один урон брони оружию каждый ход а еще дальше поглощаю урон все-таки значит я моя броня поглощает его вывод твоего маке и действие нужно потратить чтобы погасить огонь чтобы погасить огонь персонаж должен потратить ход либо на обливание водой либо на то чтобы упасть на землю ясно хорошо ты видишь как она начинает гореть не может быть гореть не не может дотянуться до этого места и собственно говоря про на этом ты все возможно только я встаю немножко оклемавшись от довольно сильного удара ну я не могу достать оружие это действие хорошо да девочка наверно просто в истерике заметив это я держу мяч в руке на поле я бросаю бешеный взгляд в свою сторону с тобой я разберусь позднее пена зверь и я могу выстричь заканчиваться в таком случае я просто ну наверное это одно сплошное движение за пределами человеческих рефлексов я пинаю дверь вылетая наружу и пытаюсь ударить ее куда-то будет позвоночник мечом я буду клоняться у меня девятнадцать и у меня ну это не подожди да это не успех потому что должен быть больше обязательно это не надо нам ты можешь взять нам честься в ее сторону мячом может быть она услышал как ты выбил дверь и наверное в моменте 3 что он сбивает себе пламя двигаешься мечом подай сюда и ударит момент она отскакивает в сторону мячом проносится не мне в таком случае я принимаю защиту именно мечом не щитом я натягиваю и хочу сделать в этой игре есть прицельный удар ты тратишь полный ход на следующий ход тратишь получаешь далее же нам рассказывать ты можешь попасть в любую часть тела это будет вас прицельный удар либо потратить свое действие чтобы прицелиться в принципе это даст тебе бонус на выстрел плюс один попадать и плюс максимум 3 да давайте я хочу прицелиться и попасть в ногу вот что лап я не хочу было попадать что может быть с ней можно будет поговорить так я теперь уже мало вероятно после фарбола после фарбола книжки получается я прицеливаюсь я прицеливаюсь целый ход да нет но если ты такие стреляешь сейчас стреляешь конкретно часть тела сейчас стреляешь сейчас прицеливать эти или плюс один попадание но тысяча вещах стреляешь именно в какую часть тела это дает тебя штраф какой-то то есть ты стреляешь конкретно часть тела отш therefore Schneider направленного steel side drama trust или нет потратить трата кода даже штраф если что до первой листе вот справа если в ногу минус 2 хорошо я прицеливаюсь и сразу же стреляю правую ногу нет это чудовище а это гуманоид пускай в правую ногу думаю что она ее рабочая нога мы по левым ногам стреляем с первого стрима стрельба стоп минус 2 я снова уклоняюсь получается у меня же прицеливание плюс 1 а штраф ты не прицеливалась ты не поняла а тут есть все вижу стрельба кстати мы забыли совсем где же есть разные виды ты мог сделать либо быстрый удар либо сильный удар затупили тебя еще три атаки там чё 17 нет ты вытягиваешь сетеву может быть отскакиваешь в сторону несколько шагов вообще здесь есть такое что ты стоишь в упор а выстрел в упор это плюс 5 то есть ты выучила минус 1 да я выучила но здесь единственно что фишка в том что если это плюс 5 это как бы имба потому что ты можешь подходить поставить опор ты не можешь ну ударная сила лукас имеется ввиду что цель она прям перед ногами далеко не целиться но плюс я не знаю как этому это механизм он не знаю такое ты кстати тоже можешь сделать сильный выстрел если что-то не можешь делать быстрый выстрел два удара два выстрела не может делать но можно делать сильный выстрел его один простой либо отсилен вы сильные эти минус 3 попадания то есть минус 5 всего короче делала пускай будет плюс 5 пока попадаешь попадаешь давай урон а мне будет да ты давай ты спасли не сделаешь просто я внесу еще один за да пускай мы это обыгрываем так что филарис стреляет и я у вас даже инициатива одинаково мы же команды че у тебя нет так науки есть все нашла просто так много много листов тяжело еще ориентируется через две недели особенно так много 10 10 10 пополам из-за того что в ногу но в таком случае ты ведь стреляющим ногу ты видишь как ее толстая шкура наверно просто она отлетает стрела поэтому 100 шкур и потому что у нее еще броня есть и броня ее как бы поглощает весь урон поэтому чё я на долина сажал салки и она в таком случае пускай я промахиваю первым ударом я ларис пустилу сетевую и я приглушить нашу еще один у меня 8 у меня 23 попал да урон а часть тела да кинул часть тела 22 ну я бил а в туловище не прицельно нет если ты был не прицельно то кидаешь расходистим а при лямку сторону часть тела попал и был прицельно также просто не говорил не говорил об этом а мокий хорошо давайте кинем коричку машу туловище в любом случае я попадаю за 26 все летаете 55 ты бьешь по ее телу мечом велика на взвизги вытащая боли твоего серебра которая пронзает попадаешь и побочить побочи не где не царапывая шкуру и вижу у него попасть пресс начинает лица кровь но порез не такой чтобы прям сильный я прошу прощения у меня 1 к 6 плюс 2 получаем всего 7 и 5 у нас и а 7 это пополам уже да все хорошо понял все да ну а тем более ты оставляешь сильно полезно и болезнь на бочине видишь как кровь начинает течь она взвизгивает в него оттупает на пару шагов от тебя и рыча смотрит тебя своими сидящимися уже красным они желтым глазами и теперь булавок я слышу взвизги и выкрики орущее тело запах может быть гарри доходят до меня уже я здесь сижу тут это самое мне уточнение что урон делится на 2 уже после того как я вычисли броню а то есть вычитаешь броню и по 2 да я сразу скажу у нее броня 8 то есть у тебя был урон 7 но от серебра это умножить на 2 я уже скажу 14 минус 8 это 6 но они делятся на 2 туловище 1 все правильно я все правильно сделал 6 урона вишвастер все окей я про первое попадание в ногу наверное имею ввиду нет там давай я сижу в шкафу все хорошо начните вычеркиваю я тебя вычеркиваю пока нет просто ждешь момент уже своего часа ходит агуаром в таком случае она ну че и остается накидается на ведьмака она горит а до 5pz минус 1 броню 7 броня 7 броня 7 броня но она не обращает внимание то что не горит загривок она в истерике на панике на виде наверно своего ребенка которого ты держишь возле окна она смотрит на нее есть просто с рыком и сестерина кидается на тебя ведьма я не заставал щит поэтому я просто пытаюсь уклониться давай как мне это делать ну кидаешь уклонение прибавляешь свою реакцию уклонением смотришь сколько тебя уклонений дамаг от огня идет именно в кд или в прочность брони состоянии броня поглощает меня поглощает урон при этом надежность падает типа спасибо красавчик надежность кожи падает я спрашиваю все правильно надежность кожи падает у меня 23 вы видите как это агуара кидаются на ведьмака наверное ты делаешь несколько вывода пытаешься отбиться от ее ламп которая может быть даже меч мечта втыкается в ее рук ты видишь как ее отцарапают куски мяса не может летать от ее рук но она неистово лупит по своему мечу и наносит тебе 15 урона да сейчас подожди это было очевидно в туловище потому что я что-то не затупил ничего не сказал мой гамбизон что-то давай давай я рандомно кину а сколько у тебя броня гамбизона 8 это что 8 это что 8 8 да 8 правая нога значит по правой ноге а моя броня что же блокирует 9 по баллам после того как попал в броню да у тебя броня есть на каждый этот должны быть штаны ну да учитывая что у меня штанов нет а тогда скорее всего ремонта на ногах у тебя нет брони но если только двуслойный гамбизон то нет на ногах нет тогда стало быть да стало быть ведьмак без брони на ногах получает 15 ронов делится полом поэтому ты получаешь нижнюю 7 вы видите как агуара кидаются на ведьмака он бивать несколько ударов но агуара присаживается и по ногам лупит тебе 7 раз а вторая атака тебе 2 тогда все верно ты больше от него понят когда минус 1 выносливость а типа если доп так минус 1 выносливость это выносливость вот и у меня нет я понял я 19 давай 19 окей я конечно пытаюсь уклониться отцармал ударом 22 ну повезло потому что у меня упала голова она кидается на тебя и она проносится она царапает тебя ты видишь она поднимает леску голову вверх ты видишь ее горящие глаза она кидается лопастью в свой мир своими лапами кидается прям лицо тебе ну да ты ворачиваешься она подлетает на тобой воздух прям и приземляется на землю давай теперь лёшка лёшка девочка орёт девочка орёт же вырывается она пытается вылезти от маму не удалось договориться я наверное говорю прячься запрыгиваю на подоконник я ее отпускаешь вниз в квартиру хорошо запрыгиваю на подоконник я так понимаю что где-то рядом со мной давай ну я одной рукой во второй у меня стальной баклер что еще остается делать я давай она уворачивается да понятно у меня 19 и у меня 19 ну так же на 7 но у меня две атаки я бью второй раз потому что уже действие полного хода я не могу применить вы видите как лешек выскакивает из окна кидается на агуаром на табор у меня с какими-то орлешков топором гинзается в пол и вам меньше сколько 31 я не часки у меня значит 14 21 31 и у меня в правую руку и еще если разница 10 это ну 30 до смерть 28 и 21 сколько разница 7 да значит я еще плюс 3 дополнительных урона наношу крит урон для и я в правую руку наверно как раз той когтистой лапой которая нам пыталась пронзить ведьмака лицо ему я первым ударом наверно приземляюсь подоконника не очень ловко не попадаю по ней бью в землю булавой раз на прогревается да я со всей дури бью наношу естественно 12 15 20 24 24 плюс 3 27 пополам это сначала броня потом попала да да значит 27 минус 8 это девятнадцать пополам чего минус 7 до 7 до 20 пополам это 10 10 урона 10 на 10 урона выяснили что броня не уменьшают нет по надежности бьет броня 8 7 а потому что она горит у меня на прочную брони снялась все-таки в кд урон идет урон идет в пзшку но если превышает ее броню то дает пзшку так идет в кд я понял спасибо броня поглощает урон до снижается и граба стало быть 10 10 урона до обычный дрогащий и это крит по-моему если не ошибаюсь 10 выше мастер подскажи нам это сейчас у меня нанесли есть урон это у нас крит выходит так а там разве в количестве урона криты и этот в попадании так до попадания это легкий крит легкий крит да у меня 3 добавил легкий кринч нет же мастер говорит что нет нет разница в попадании считается открыты но по идее легкий крит типа в любом случае не ломаешь это не легкий крит сильную зарубку на на лапе и стою на и ты не слышишь как девочка и она в истерике начинает орать на где-то в избушке и бежит в сторону выхода сушки двери открывается она выбегает на улицу смотрит на это все побоище и начинает кричать оставайтесь пожалуйста хватит мама и стоит пока все зависит от того становится ли мама она в таком состоянии ты видишь что она не остановится я вижу как бы в принципе драку я вижу эту девушку у меня небольшая вот эта растерянность то есть что делать что нужно я вижу как лешек сражается но я все-таки понимаю что в данной ситуации нужно короче инстинкты берут надо мной вверх я бегу на эту тварь возможно прыгаю в окно и хочу ее начать дубасить просто кулаками у меня мощные кулаки я кстати не знаю ну по идее это нет там это не аура я думал можно бить все таки если он не будет его захватывать тем более она не так сильно горит поэтому да да так я бросаю на атаку я бью куда попало и я получается бью как человек бросает это 7 плюс реакция а какая реакция ближний бой дали все забудьте тогда я промазываю в любом случае что мне выходит 16 кидаешься своими кулаками ты начинаешь макать в другую сторону она видишь как она горя уворачивается у этого дерьма все-таки орет и второй с разбитой рукой да она темнее не уворачивается от твоих ударов я пытаюсь во второй раз ее ударить бью ногой ее точно она же пригибается и уворачивается она пригибается и уворачивается я хочу ее коленом попытаться поймать и своей массой зададить ну это это у нас рукопашный бой это борьба борьба тогда это 13 но у меня 21 поэтому нет опять 21 мне кажется он не кидается да ты мажешь свою сторону руками и ногами ты видишь как она может даже ловит твою руку тебя откидывает в сторону куда-нибудь просто для красоты она не откидывает в сторону выкатываешься куда-нибудь в кусты встаешь и бежишь снова к ней но ты видишь как она уворачивается от удара от ведьмака и ну уже и лешика она ловко оборачивается всего этого дерьма лена меч бесшумно рассекает ночную тьму я наношу два быстрых узора давай первый это 4 раза 2 раза 28 плюс 14 это что у нас это 42 у меня 25 ооо это большая разница это первые удары поэтому 26 разница это 17 разница я бью в туловище если что ну 47 окей смертельный да это смертельный плюс 10 урона 6 урона 16 16 16 но она поглощает 8 свою броню 7 7 7 поглощает 9 в итоге а серебро а серебро а серебро наносит двойное да значит это выходит сколько у тебя было 16 22 урона почему ну его только урон оружием же плюсуется плюс потом сверху спиртельный да 22 поглощает поглощает сначала 22 почему двойной урон броня нет удваивается когда поглощает после поглощения броня сначала поглощение броней потом уже урон сначала проходит через броню а потом урон то есть минус 7 это 9 на 2 это 18 18 18 это 18 мы не будем смотреть какие что будет ты действительно ты взмахиваешься мячом и силам отзываешь в ее бокс в момент как наверное фролл машет в ее сторону кулаками она не замечает его выпад ты пробиваешь ебачину нанося 18 мать твоего урона и второй ну собственно я вынув меч из плоти и второй удар а то что смертельный и ты наносит дополнительный непоглощаемый урон а чего дополнительный непоглощаемый стало быть у него 6 то есть нам было 12 минус 8 минус 7 это 5 5 и плюс 10 и плюс 10 15 немножко больше а то что смертельный ну смертельный он да просто она умрет нет давай делаем тренируем потому что у него не 0 по за еще конечно да окей а ты пробиваешь ебачину чуть видишь вырка в боку 22 это что а второе попадание ну 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 нет у нее 27 она уборачивается твой выпад следующий ты унимаешься меч поток крови она взвизгивает видит твой как ты снова знаешь меч она откатывается прыгает в сторону перекатываясь в сухой листве я молча на нее смотрю не произносит нет слов ты видишь она останавливается садиться на землю движка как загнанная лисица она сидит на полу тяжело дышать держать за пробитую бочину я сейчас да геларис я натягиваю тетиву и наверное говорю и это не твое дитя существо отпусти и прицеливаюсь ну трачу весь на прицеливание на прицеливание все хорошо ты видишь как она сейчас ее ход ты видишь как она смотрит это моя дочь и кидается на ведьмака она стопом уж так у меня 23 попадаешь сколько попадаешь 20 а 21 21 нормально ну стало быть 6 а куда а простите конечно 8 плюс 4 12 плюс 9 да попадаешь 3 это куда это туловище туловище 3 8 9 10 10 10 уронов туловище 2 2 доусловный гамбизон сколько у меня 8 8 8 8 2 урона но сейчас есть шанс кровотечения нет нет а гамбизон не дает кровотечения защиту от кровотечения нет нет вы видите как она кидается на ведьмака начинает махать своими когтями делать несколько шагов назад отбивая ее лапы но тем не менее ты чувствуешь как она по груди тебе когтями своими проносит да и твоя броня теряет одну надежность она была у тебя сколько там гамбизона у меня кстати тоже по броне надежность не записана в перерыве потом надо будет писать у тебя получается 7 ну была 8 сейчас тебе все я понял то есть кдска снижается это и есть надежность да все тогда все проще спасибо и второй удар ее второй удар она все продолжает но в этот раз накидается своими зубами ты видишь она открывает пасть и пытается тебя укусить я продолжаю уклоняться минус 1 на выносливость так 20 мне 25 вы видите когда она накидывается на ведьмаку на тен туловище опять-таки она кидается на тебя за плечи может даже садится на тебя ногами цепляется и ты видишь она кусает тебя куда-нибудь сюда за ключицу чувствуешь как кровь начинает течь у тебя по груди и получаешь ты 3 7 8 ух ты ни хрена себе 10 13 минус 7 минус 7 6 6 6 тварь горит да точно спасибо большое но вы видите как у нее как у нее рана на боку она немного быстро начинает заживать 4 4 регенерация довольно шустро и горит 6 6 6 броня она горит он сидит на ведьмаке кусает его за ключицу 6 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 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 9 9 9 9 9 9 10 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 8 11 12 11 12 12 12 13 15 14 45 15 у вас есть одна атака, которую вы можете делать быстрой, или сильной? да и вы можете делать ещё одну атаку если вы трратите 3 выносливости я 2 раза атаковал, и я трачу 3 выносливости нет-нет-нет сейчас у тебя быстрая атака ты можешь ещё сделать 2 быстрая или сильную, как хочешь ещё одна атака, можешь короче, за 3 выносливости но & 3 к попаданию правильно будет но и då? там минус 3 выносливости минус 3 на второе действие это выносливость да тогда я попадаю в любом случае первый раз ну второй раз второй атакой своей попадаю я в туловище кидаю 5 к 6 кубиков крушитель 10 15 урона 15 минус 6 9 9 дробящим давай я трачу 3 выносливости и еще два раза получается если быстро туда я обычная такая ну немного 18 она 18 не попадаю нам и еще одна тогда а и минус 3 на попадание тоже ну тогда не попадаю точно и 2 наверно у меня тогда если минус 3 то 12 ну в любом случае куда-то два раза снова наверно ты наверно из уже дозначно из немогами мажь свою головой но она видишь что она несмотря на все крыльчине и все она уворачиваться и от этого удара пожалуйста а нет девочка чего ты решился что ли ну да отходят мне секунду твой уход когда перед тварью как бы ты сидел шкаф ну ладно давай нет этот предыдущий был сидел в этом раунде ты ему не дал возможности прости давай давай после я самый последний я выхожу из кафос осматривались что я вижу что никого нет нет прихожу из шкафа я понял все на улице на улице все окей там на улице я хочу посмотреть если там какой-нибудь сундучок ларец или что-то такое подобное нет ценными это здесь в самой избе только еда какая-то весит развешенная сушится и какие-то такие снасти совершенно обычные ничего особенного окей фонарик есть шмот на детские а фонарик есть какой свечка есть пускай будет свечка нет я когда выглядывал окно смотрю как состояние это тварь она кроводочит у меня горит загривок она машет во все стороны лапами пытаясь хоть по кому-то попасть я еще немножко попал я достаю вмитательный нож и достать оружие это действие поэтому сидит вмитательный нож и достать тоже действие это тоже оружие ну ладно все хорошо я тогда готовлю хорошо перебираю в пальчик так девочка да точно девочка да стоит рядом она видит всю эту картину она кидается вперед она бежит у вас всех если я могу вам дать какое-то действие я бы предпринял пожалуйста я бы схватил ее просто давай ну со штрафом минус 4 схватил бы и ушел это чего атлетика до 16 а с минус 4 до 12 мне 13 ты их пытаешься смотреть-то она пробегает мимо тебя и в одной руке щит другой было хватать со слезами с криками она бежит к матери я на своем ходу еще она со мной поравнялась я не видел просто убью ногой давай это не в свой ход но так борьба с минус 4 борьба борьба на 12 ты действительно слышно шаги этого инстинкт срабатывать быстрее ты ногой бьешь на вот но я даже не вижу кто лишь теме бегущий рядом ты глупишь и она взвизгивает утряется о стену и падает обмикает ты видишь что агуара девочка жива хоть девочка но без сознания ну кинь урон давай кинь урон чтобы узнать насколько она в сознании так а наши такие чудовище 1 к 6 плюс 6 все девочки чудовище 11 она точно теряется знания но в каком он состоянии не ясно а я никогда и не говорю что я хороший пэрин а в таком случае floor of roll да ну я хочу бросить свое хотя не уже девочка вырублена хотя да нет я наверно добить ее хочу я брошу свою суперсиновую систему злости от 1 до 5 это я злюсь больше я не злюсь я отпрыгиваю от агуары хватаю девочку ее пытаюсь перенести и понять ну что с ней в каком она состоянии давай это бытовое действие прокинем медицину какую-нибудь или сейчас скажу что там есть выпуска может эта помощь первая помощь первая помощь можно было первым хорошо нам я по мне туда у меня нет медицины это ремесло до первая помощь так у меня все очень плохо Мне кажется, я ее убиваю, потому что у меня единичка и 7, а ремесло у меня 4. Ну нет, нет, ты просто отбегаешь, не просто хватаешь ее на руки и видишь, что она как мякушек висит у тебя в руках и отбегаешь в сторону с ней, и все, пока. Хорошо, Ленард. Ну опять же, пустая атака, думал, ударом. Ведьмага твоя мяча, первые 16, 19, второй удар. Ведьмага твоя мяча. Все у нас. 24, нет. Ты машешь в сторону мячом, но она в ярости, ты видишь, что она просто орет на тебя, ты машешь в сторону, она прикидывается, выворачивается из твоих выпадов, может быть даже ты оцарапываешь ей грудь, так или иначе, видишь, когда она стоит на месте, ты орешь на нее, ты проводишь мячом по груди, она не обращает внимания на это ранение совершенно, и, собственно говоря, Еларис. А я делала прицельный удар. Да, у тебя плюс один. Плюс один к атаке. Давай еще за дальность, потому что ты стоишь не так далеко, пускать еще будет плюс три, то есть сумма тебе плюс четыре. Я хотела голову, это минус шесть, минус шесть. Да, минус два в итоге получается. А я хочу сильный удар, если что, не два, а я не могу два маленьких делать, я могу один сильный удар. Да, да, это будет еще больше штраф. Да? Да. Это еще минус два, по-моему, да? Минус три. Это еще минус пять получается. Ладно, давайте обращаем. Так сложно. Не есть, но не больше. Сейчас, секунду. Вот весьма ты напоминаешь, что в бою можно отдыхать, потратить в ход, чтобы восстанавливать выносливость. Да. Я тоже, я читал насчет этого приема, можно, типа, ты пропускаешь ход, отдыхаешь, восстанавливаешь выносливость, подбегаешь, снова херачишь. И из этого получаются такие машины смерти, особенно маги, потому что маги по выносливости все работают. Да. Поэтому мы сейчас обсудим еще с вами использовать программу. Учитывая, что тратишь выносливость, восстанавливаешь равное отдыху. Сколько? Двадцать. В голову? С минусом, да. У меня двадцать восемь. Она буквально, наверное, услышал звук, надегивающийся тетивы, она буквально делает выпад назад, твоя стрела подносится мимо, куда-то в дерево втыкается. И, собственно говоря... Тварь. А, не, Блавок. Блавок, да. Простите. Ну, тоже тварь. Своем роде. Давай. Это что у нас? Ну, метательное оружие. Это... Баррехотство. Нет. Сейчас посмотри, вроде метательное, через что. Я уже не помню, честно говоря. Легкие клинки, но это мечи, скорее всего, да? Да, это кинжалы, там, в стиле. Легкие клинки, это кинжалы, да. Гидательное, это что-то через стрельбу из лука, если я не ошибаюсь, что-то такое. Стрельбу из лука? Неожиданно. Да, это очень... Давай сделаем это через Атлетику, почему нет. Я не помню сейчас, потом посмотрим. Или вы, Шмайстер, напиши, через что ножи кидаются, я уже что-то, честно забыл. Через жопу. Чего? Через жопу ножи кидаются. Ух... Осталось себе подвидеть, через что я кидаюсь. Один, почему? 9. Ну, неплохо. Чего? 9 плюс... А, через что? Я вообще ксу Атлетику сказал. А, Атлетика, значит 12. Ловкость. Двенадцать плюс девять... Двадцать один. Двадцать один. О, попал! У меня восемнадцать, попал. Простите. Осталось сделать... Кинь-ка десять, потому что попал. Да, пока я еще не помню. У тебя есть кинжал, да? Один к шесть наносишь, да? Да, один к шесть. Так это метательный нож, ты не кинжал. Девять? Девять. В левую ногу. Да, в левую ногу. Все-таки, да. Урон попалам. Урон давай. Сколько наносит? О, сейчас. Тут буквально тридцать секунд. Двадцать девять. Двадцать восемь. Двадцать восемь. Двадцать восемь. Двадцать восемь. Двадцать восемь. Двадцать восемь. У меня сейчас есть отличный сайт, который я что-то не понял. Там указаны все вот эти вот плюхи прибылы. Метательный нож. Один Д6. Ну, один к шесть тебе говорили. Да. На. На этом шестерке сегодня много раз выпадали. Просто один Д6. Нет? Смотри. Ну, ты будешь следующим. Три. Три? Без бонусов каких-то? Ну, это просто метательный нож. Наверное. Ну, твой нож, может быть, и осекает ей шерсть. Но ты видишь, что она совершенно... Попалам что-нибудь. Вообще, она не обращает внимание даже на этот нож. Она вообще не реагирует. Она бешеная, смотрит исключительно на Ведьмака. Да. Бери вот этот нож. Ну, собственно говоря, ее ход. Она горит. Горит. ПЗшка пять. Ну, это в КД. Ну, КД. КД-ПЗшка. 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 Да. Легче попасть. Она что? Она в истерике. Она видит свою дочку, которую ты держишь в руках. Она, наверное, смотрит на нее. Смотрит на Ведьмака. Рычит. И она бежит к тебе. Но она пробегает до Ведьмака. Бьет тебя на ходу. 18. Попадаешь. Сколько? 15. Говори разницу. Надо сейчас высчитывать. Мафор. Стало быть, это... Один. Пять. Шесть. Девять. Минус Гамберун или куда? Минус Гамберун. Минус Гамберун. Минус Гамберун. Два. Два. А, стоп. Я кинул куда, простите. Это девятка. Это... Левая нога. Левая нога. Она пробегает мимо тебя. Она по левой стороне. Поцарапывает тебя. А у тебя нет там брони. Умеет. А-а-а. Все равно пополам она. Ну все равно... Стало быть, я сказал сколько? Девять. Девять. Пополам это пять. Э, четыре, простите. Четыре. Четыре тебе. По ПЗшке. Четыре. Она срагивает тебе ногу. У меня есть двадцати... Двадцати процент... Пяти процентный шанс, что ты закрывотоночишь. Но нет, тебе повезло. Я, наверное, ножи хватаю за ногу. И она бежит к Фроу. Фроу. У тебя как девочка. Что ты будешь делать? А-а-а. Я хочу вот это передислоцироваться. Давай. Это тоже самое. Это та же самая реакция. Это атлетик. А, атлетик. Тогда я уворачиваюсь. Я понял, девочка живая или нет? Нет. Или вообще там минус четыре прокинул? А-а-а. А-а-а. А я думала, они живая. Прикройся. Когда я, в принципе, я отбрасываю девочку и уворачиваюсь. Давай. У меня двадцать шесть. Уворачиваюсь реакцией. Да? Да. Уклонение и изворотливость. Это, значит, плюс тринадцать у меня сходу. Пятнадцать. 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 Сколько у тебя броня? А, сейчас. Куда? Семь. Это правая нога. Правая нога? Пополам. У меня там пять броней. Сейчас я, значит, кидаю тебе урон. Это четыре. Шесть. Сначала броня, потом пополам. Семь. Одиннадцать. Одиннадцать минус пять. Это шесть. Шесть. Пополам три. И броня на один меньше. Броня на один меньше, да. Именно только на правой. Она кидается в твою сторону, ты бросаешь девочку, наверное, просто отскакивая в сторону, ты не успев убрать ноги. Ты чувствуешь, как под две ноги прополосываются, ополасываются ее когти. Она, хватая девочку, перекатывается с ней буквально по листве. И увидишь, что она останавливается, держит ее вот так в руках и сидит сгорбленная над ней. Девочка не горит? Нет. Она, пускай, давайте, чтобы перекатилась по земле все-таки, так или иначе. Она на свое действие не потратила. Хрен-то была, да, пускай она горит еще. Длеет даже, да? Длеет. Честно играем. Фляжек. Ну, я иду в нее сторону. Говорю, оставь девочку. Ты видишь, она… Она не нужна нам. Ты видишь, она сидит, держит ее в руках, причем… А прокинь мне… Прокинь мне… Внимание… Восприятие, как это называется? Внимание. Внимание. Внимание или понимание людей даже, может. 18. Ты видишь, что она держит ее прям очень-очень бережно. Она ее прижимает к себе. Девочка, лицо девочки облеплено… Измазано в крови ее. И, судя по всему, видно даже, что девочка разбита от затылок и кровь стекает ей по щеке. Она держит девочку на руках, смотрит ей на лицо, гладит ее по лицу своей когтистой лапой. И слегка… Ну, не то, что плачет, но как будто бы воет. И, сидя на земле, она не слушает тебя совершенно… Не слушает? Издает звуки… Вообще не обращает внимания на него, да? Как раненое животное, да. Херово, что она не слушает меня, конечно. Потому что мне есть, что ей сказать вменяемого. Она не убирает девочку, да? Как держит, так и держит, да? Пока да. Это очень жестоко, мерзко и отвратительно. Даже сайфера было не так обидно убивать. Но я бью. Тихо, тихо, тихо. Не под эту музыку. Я бью. На первые 17. А, он не уходит. Куда? Да. Тулу еще. Просто. 10. До 16. 19 урона. Ты подбегаешь с размаха и бьешь по хребтине. Я не раз стою, говорю, если она… Я вижу, что она не реагирует. Я… Ты бьешь по спине, она падает на землю. Ты видишь, что она… Несмотря на то, что упала на живот, она старается так держать ребенка, чтобы не раздавить ее. Она лежит, ты видишь, она перекатывается на бок. Ты видишь, как видите, волосы начинают как будто бы опадать или втягиваться, она обращается снова. Более-менее похожую фигуру на человека. Вы видите, все видите вот эту вот фигуру девушки молодой. Довольно симпатичные. Больше похожа на эльфийку. Она держит девочку в руках, а девочка не подает признаков жизни. А если… Ну, я уже потратил один удар. Я бы хотел осмотреть девочку. Жва она, не жва. Прокинь. А что прокинь? Медицину или… Не медицина. В интеллекте? В эмпатии? В реакции? В медицине. Медицину я не нашел. Наверное, это… Первая помощь. Да, первая помощь. 18. 18. Ты видишь, что у девочки пробит затылок. Девочка моргла? Да. И она начинает уже бледнеть. Ты видишь, что вот эта твоя рана, которую ты нанес по спине, это гуары, она переломилась у тебя по свой позвоночник. А пробит ее бок, ты видишь, как кровь растекается по лезде вокруг нее. Ты видишь, она лежит, уже обращенная полностью в человека, она лежит, держит ребенка, смотрит на нее, слышишь слабый голос ее. Все будет хорошо. Все будет. Слышишь, как она молча, несмотря на тебя, говорит тихо, говорит, я не трогала детей. Я могу тут примерно действовать? Да. А это мой ход. У меня еще и старая тоже. Я знаю, что она умирает, я, ну, могу как-нибудь добить. Конечно. Не грубо, в общем, а не. Ну, она же не договорила. Ну и что? Чего вы перебиваете? Я бы и так примерно это понимал. Ну, я добиваю ее. Кидать урон, не кидать урон. Нет. Да, видите, это смешно. Давай так. Ты заносишь свою булаву. Она оглядывает всех, прижимая сильнее к груди девочку, которая залита уже полностью, почти лицо залита кровью. Она тихо говорит, и кто же из нас чудовище? И в этот момент... Ну, я после этого говорю. Ну, я тихо, наверное, говорю, мой. Я это и так узнал. Я, если в доме есть лопата или нечто подобное... Нет. Ну, я не знаю, молча, наверное. Может быть, щитом, наверное. У меня стальной баклер, у меня обычно достаточно узкие края. Я рядом, сбоку от дома начинаю копать землю. Можно мне тоже сделать заявку. Ну, это, по-моему, боевая цена окончена. Да. Я, не опуская своего мяча, держа его в руке. Мы уже опущены. Делаю несколько шагов в сторону, ну, только что умершей и девочки. Вы видите, как я... Моя рука дергается на секунду. То есть, может быть, у кого-то из вас возникает ощущение, что я хочу занести меч и ударить ребенка. Следующим шагом я автоматическим движением забрасываю свою мяч за спину в ножном. Поворачиваюсь к себе. Несмотря на нашу серьезную разницу в росте. Я не хочу его убивать. Но я хочу навести ему пять ударов. Ровно пять. Печом. Я хвал... Нет. Рукой. Я, ну, я забросил меня за спину. Я хватаю тебя за воротник. Ну, нагибаю тебя из кле, потому что ты серьезно предоходишь меня в росте. И наношу тебя пять ударов по лицу, перемежая их словами. Никогда! Не смей! Мне! НЕШАТЬ! УБЛЁДОК! Ну... Ты ворочешь? Или ты прилимаешься? Я проброшу свою злость! Из выносливости. Если ты не отшатываешься от удательных ударов, из выносливости выучишь из себя пять ударов. Я понимаю, из-за чего вся эта ситуация. Так. Это пять. Я принимаю все удары, но взамен я, наверное, ну, после того, как все пять ударов, я хватаю ведьмака, смотрю ему в глаза. Ты видишь налитые кровью, абсолютно бешеные. У меня, наверное... Желтые глаза с вертикальными значками. Я продолжаю в тебя вцепляться. Понимаю, что ты превосходишь меня по силе. Я точно так же вцепляюсь. Возможно, тоже как бы напряжение. Я смотрю, когда-то я тоже был чудовищем. Не нужно сразу убивать все, что ты видишь и не можешь понять. Когда-то такой же ведьмак, как ты, спас мою жизнь. Снял проклятье. Я просто... Я встряхиваю, наверное, тебя в руках. Ну, ты меня отталкиваешь, я держу тебя... Ну, уже, скорее всего, ты меня отпихнул. Я просто держу тебя уже за ласканым, что называется, одеждой и... Я не умею быть злым и не хочу быть добрым. Я очень не хочу, чтобы кто-то мешал мне это делать. Я надеюсь, ты меня понял. Я брезгливо просто отбрасываю в лорот твои одежды и разворачиваю в сторону дома. Если ты проходишь мимо... Ну, я, наверное, подвыкопал какую-то часть. Я беру девочку сначала, маленькую. Я бы хотела остановить. Ну... Я думаю, что девочку... Я беру девочку. Ну и хорошо, я тогда бы подошла и сказала, пока ты копаешь могилы и все такое, что я думаю, что ребенка стоит вернуть эльф. Его надо было возвращать живым. Надеюсь, твой друг будет гореть в аду. Это ничего не изменит и не исправит. Это уже ничего не изменит. Но мы хотя бы вернем... Зачем? ...тело ее настоящим. Тогда эльфийку надо забрать. Эльфку. Эльфку. Либо оставить их здесь, спокойно умирать хотя бы. Или умереть. Они уже мертвые. И это ничего не изменит. Я вот это время... Можно я все-таки вмешаюсь? Я, наверное, к девочке поделюсь несколько шелков. Пытаюсь понять, насколько серьезно повреждение. Она мертва. Она мертва. Она мертва. Ну, я не увидел этого с полубоя. То есть, я касаюсь раздобленных кофе-затылка. Ну, может быть, тот, кто ко мне ближе находится в этот момент, видит, что я так тяжело с Дахаром. Неприятно созерцать труды. Неприятно нарушать кодекс. У тебя проблемы, краснолюд? Я упор смотрю на тебя, и ты меня слышишь на войну. Ты че? Это я. Я, в принципе, и говорю. И меня порнешь мечом. Да, нет. Тогда мне не о чем с тобой сейчас разговаривать. Ты не достаешь ближайшую эльскую деревню, и на тебя у меня нет заказа. У меня есть когда-нибудь появится. Я, не дослушав тебя, сплю в снег и начинаю шагать обратно в сторону. Только снега там еще нет, ну ладно. Что? Только снега там нет, ну ладно. В листву. В листву. В листву. У меня осень была, я помню. Наверное, Блавок, тем временем, пока ты все-таки осматривал комнату, в смысле, господи, избу так или иначе, кинь мне 1к6. 1к6. 6. Ты нашел 6 каких-то рандомных, случайных предметов, потому что такое дается по добыче. Кидынькинька, 100. Помогите. Давай пробуем только. 100. А, такой? Я тебе другие проблены говорил, да? Так, 32. 32. Ты нашел серебряное кольцо. Хорош, устроил. Давай еще. Так, это у нас 69. Мыло. Веревку. Кольцо, мыло. 81. Солнечный камень. Я уж не знаю, что это значит. Потом узнаем. 53. 53. Флягу с крепким алкоголем. Скорее, которая использовалась как дезинфицирующее средство. 87. И... Одну единицу перьев. Это, наверное... Для крафта лнуков стрел, наверное, чего-то такого. Но... Ну, здесь нет оружия. Выгодно, что в СБ нет. Кто-нибудь, прикиньте мне, наверное... Пускай внезапно будет понимание... Нет. А, я же еще один назвал. Либо понимание людей, либо дедукцию, либо внимание. Нет. Ну, я уже шагаю в сторону эльфской идеи. Не заботюсь, кто за мной идет. 80. Извините. 80, это еще один солнечный камень. Ага. Два солнечных камня. Понимание людей у меня... Так, анти... Либо понимание людей, либо дедукцию. Да. Тогда, наверное, понимание людей. Давай. Это, получается, 11. Ну, несмотря на то, что мало, но тебе, наверное, в глаза кидается следующее. Видно, что эта изба внешне стоит здесь уже очень давно. То есть, покосившаяся крыша немного, может быть, мох, который расползся по внешним стенам. Внутри примерно то же самое, но ты видишь, что изнутри ее более-менее облагородили. И сделали это относительно недавно. Может быть, с нескольких месяцев назад. И вещи, которые здесь лежат, вот, собственно, получается, агуар и этой девочки, они здесь лежат тоже относительно недавнешнее время. Кто-то ее сюда поселил или она поселилась сама. А похоже, вот это внутреннее убранство, то есть, это, ну, грубо говоря, это ремонт. То есть, кто-то что-то восстанавливал, новые брюки. Видно, что агуара все-таки не человек и не эльфы, она не способна к обустройству жилища, так или иначе, она обустраивала, как она могла, как животное. Здесь скорее вещи именно девочки, ну, уголок, он застелен каким-то сеном, сверху наложено на кровать, какие-то простынки одеяла. А ее угол просто, ну, по кровати, с каким-то там жестким тоже каркасом и тоже какие-то... Девочку кто-то поселил? Скорее, она заботилась о девочке. Она жила, как животное сама, а уголок девочки, он более утеплен, более аккуратен. Видишь, что, может быть, какие-то даже игрушки, может быть, даже не игрушки, а ветки, которые напоминают внешне какую-нибудь куколку или того, они там лежат где-нибудь в углу. И скажем так, похоже на то, что они поселились сюда относительно недавно. Может быть, потому что сено там, допустим, более-менее относительно... Не свежее, само собой, но не так, чтобы оно давно здесь прямо лежит. Как-нибудь так. То есть это накидывает на мысль, что все не так просто. Я делюсь с Лешиком и остальными об этом замечании, о том, что я заметил. Еларис, ведьмак, ушел в сторону... На моем? Да. В сторону города. Я продолжаю шагать. Она сказала, что не она забирала детей. Я понимаю нашего ведьмака. А мы знаем, сколько вообще детей у нас пропало-то? Четверо, по-моему, было. Что-то я не помню. Ну, может, и нет. Аааа... Бее. Интересное. Интересное. Компания, получается. Выполнена. Через бракелон нас пропустят. А что ты говоришь, фрол? Она что-то сказала, что не она не тебя играла? Да я сказал. Ааа. Как слышал? Я не думаю, что... Кто ж тогда может быть? Господи, черт, этот лес убрал. А какая у нас была в точности задача? Ты меня помнят? Типа нужно настроить того, кто... Бросить детей. Ну, в конечном итоге я не поняла, что мы... На чем мы договорились по поводу трупов. Я ни с кем не о чем не договариваюсь. Я предлагаю... Тогда я забрала бы... Эльфа. Тело девочки. И этой... Этого создания. Я согласен с Лешиком. Тех уже не вернуть. А, простите. А кто-нибудь из вас может прокинуть монстрологию мне сейчас? А как можно это сделать я? Или я уже далеко? Ты уже ушел, нет? Ну, тогда я обрати. Ну, только она. Она вряд ли была. Ну, может... Ну, я не знаю на сколько. Я в городе... Было очень. Я тоже. Так кто? Кидай. Больше некому. Кроме тебя. Одиннадцать. А, нет, не одиннадцать. Одиннадцать плюс семь. Двадцать один. Одиннадцать плюс семь. Одиннадцать плюс семь. Одиннадцать плюс семь. Одиннадцать. Одиннадцать. Я, да. В таком случае... Хорошо. В таком случае, ты... Мышлен нормально, хорошо. Может или после битвы или типа того, ты.. Наверное, какие-то воспоминания по поводу Агуары все-таки... Может где-то читали, я тебе рассказывал твой вот этот наставник. Ты знаешь, что Агуары обращают девочек действительно. они попрощают девочек которых они забираются от у кого-то и но это долгий процесс а если девочки отросли хвосты значит это уже давнишний ребенок с ней но тем не менее вы говорили о том что давно пропадают дети студии что много детей несколько недель я могу понять временной берем какой ну относительно несколько день недель явно больше гораздо я думаю если мы покажем это я показываю на тело пропустим я думаю что в случае нужно отнести тело как доказательство лисицы единственная проблема в том что если исчезновение не закончится то юрид может на насильно обидеться не я скажу как есть но я бы пока вроде бы хотя нет ничего мы с тобой дорогая не должны общаться серый там потому что счет то мне показалось что он как-то чуть-чуть недолюбливает нас людей и сациональная мысль на этот счет вы скорее всего не видели но я выглядываю за ближайшего дерева осматривая на вас из подлоги я смотрю на тебя не обязательно тащить целое тело на трубе губого этого хватит я поворачиваю сторону вас мастер ведьмак если мы отрезем головы он подумает что мы просто убили эльфа не или как вам поймать что это не эльф а хвосты я некоторое время думаю справедливо если кому-то хочется нагрузить на себя эту ношу пожалуйста а теперь я уже окончательно выхожу из-за дерева я смотрю на вас всех поделюсь цеховым секретом а то некоторые намекают что я слишком болтлив совершенно не обязательно убивать чудовище важно убить что-то страшное а если чудовище будет доставать селян и после это неплохой повод для того чтобы пригласить в него к сюда еще раз лишние кроны никогда не бывают лишними пошевеливайтесь у нас мало времени я разворачиваюсь что-то в основном я хороню девочку я забираю труп и взгружаю помогаю фролу на себя на фролу взгрузить труп взрослой женщины с хвостами хорошо вас занимает какое-то время наверное уже солнце выходит из-за горизонта но несмотря на это тучи все-таки получи по небу не дают полностью осветить дневного не дают полностью дневного света и уже где-то поутру когда солнце как будто бы вылезло из-за горы но это еще не заметно когда вы начинаете свое движение в сторону эльфской деревни спустя минут там час ходьбы ну фролу вычти себе еще 2 выносливости все-таки а мне кстати я не вычел выносливости ну вычти 3 и плюс 2 5 в сумме вычти короче а я чего читаю еще тоже я фролу думаю помогаю тащите ну пускай я самый мощный еще 2 тогда у меня 20 давайте у вас будет на всякий случай провизии на вы взяли с собой на 2 дня чтобы у нас было такое что вы все-таки пока вы не ели да да мы ночью выбылились да и вы возвращаетесь в эльфскую деревню и спустя около часа вы возвращаетесь вы наверное на подходе и увидите что здесь народ естественно больше чем ночью увидеть что эльфская деревня она как будто бы переносена если условно на 10-15 домов которые здесь находятся это явно человеческая деревня которую захватили эльфов это вторая которая нигде ее рвать и нет да она явно переносена потому что здесь на эти 10-15 домов людей так 40 а то и поболее ну эльфов простите и они сейчас ходят ходят сражаются с кем-то извините почему она как будто включилась явно с кем-то сражаются это не то простите пожалуйста сейчас с кого-то вы видите что эльфов здесь достаточно большое количество их может быть видите сонных тех двух эльфов которые встретили но они стоят где-нибудь на колеце рядом с какими-нибудь колодцами разговаривают друг с другом и заметив наверное о вас тот эльф который с вами ночь разговаривал он такой о мастер видмак доброе утро и он собственно говорит своему товарищу остаться возле колодца и сам подходит к вам наверное подбегает как успехи после этого он замечает как из-за из-за леса из чаще лесной выходит собственно говоря вы выходите двигаться вся и несете девушку на руках он смотрит это это что успехи девы он довольно неплохий мастер сетьхи это то я делаю головой в сторону убежденного тела это то что докучало вашим детям агуаром мы называем это агуаром она пыталась превратить девочек в себе подобно а мальчиков просто убивало этими объяснены эти два трупа просто люди любят травить байки про это создание должен сказать что да оно довольно редкостное и к сожалению вам не посчастливилось стать его жертвой она мертва теперь опасности нет а что же с девочками я наверное похожу к нему ну я не хочу к нему прикасаться понимаю что он может воспринимать к оскорблению просто смотрю ему в глаза боюсь что боюсь что никого из живых девочек мы уже не найдем целителя но нам сохранить их тела мы можем мы сегодня похоронная процессия мы хороним мальчика последнего найденного если бы мы могли похоронить девочек я могу что-то прокинуть чтобы солгать ему но я так же смотрю ему в глаза я произношу к сожалению мы никого не нашли давай прокинем ну я наверно в этот момент аккуратно подхожу под эгиды ведьмака вот вот я не знаю передаю может быть тело это эльфу второму эльфу давай обман либо харизма с плюс 3 так у меня навыки эмпатии чтобы было понятно очень хреново поэтому это вот идти плюс 3 это небольшая сложность будет так ну тем не менее у меня в эмпатии все таки 2 поэтому 13 нормально ты веришь анингская эльф подходит перехватывает тело девочки женщины смотрит на нее второй тоже на него смотрит я не знаю что нам делятся этой женщиной мы попробуем если она убивала наших детей мы поступим с ней по достоинству у нас есть неплохое распятие здесь я наверно ну не то что вы склоняю скорее не позволяет на него просто ну наверное все таки касаюсь рукой его плеча осторожно скорблю о вашем упрочке спасибо мастер ведьма я бы вам советовал быстрее уводить ваших товарищей отсюда потому что скорбящие семьи они сейчас готовы на виллу поднять любого вот хуйня не являясь хуйной я прекрасно их понимаю и не могу за это судить мы можем увидеть юрведа мастер съесть юрвед насколько я знаю в другой деревне в таком случае он нам должен он нам должен окей я смотрю его в глаза и ну так надавливая продолжаем я подожди секунду у нас с камеры зависли все 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 да ну сделаешь сейчас у меня на подзаре так верхнюю камеру я активировал нашей камеры вообще нет да сейчас заработаю все сейчас сейчас очень 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 срочно нужно отойти ну да беги все я вторая включилась это что-то накопило да ну ну главное что стрельб не порвался не это он порвался порвался стрельб все нормально я все равно в деревне даже вообще при любом распаде не буду ничего говорить ну у тебя не 30 хп ну да в сторонничке стою чисто чтобы ни на кого не нарываться да сделаешь чуть тише немножечко а ну мы же в принципе не привезли девочку мы только да женщина окей я тогда я не буду ничего дополнительного тогда я просто смотрю в глаза эльфу и приношу юрид заключил с нами сделку он обещал что у нас безопасно наиболее короткой дорогой проведу через бракелон вам следует обратиться к саму юриду если он это обещали значит она это сделает юрид не нарушает свои слова в таком случае где найти юриду так мы в деревне первой были там я это понимаю нам придется прекрасно нам придется подойти там моя кузня там мои вещи я так поднимаю руки в ладь капитуляции да конечно было бессмысленно беспокоить тебя по этому поводу еще раз скорблю о вашей утрате он умолчкивает я разворачиваюсь и иду в сторону первые остальные тоже да что еще остается хорошо а мы что-то оставляли Юра ты оставил кузню я все шмотки оставил я взял с тобой только булавой баглер ну как бы с переносной кузней со всем барахлом там тоже с той же едой хотя бы у меня при себе были только эти травы я из них делал нет до я до юрбита делал кровосвертывающий порошок в общем ваш путь занимает те самые несколько часов я натягиваю посильнее хорошо и спустя несколько часов вы видите как где-то там за дверьми замаячила деревня где вы оставили юрбита и собственно часть вашего снаряжения зайдя подойдя к воротам которые были закрыты вас замечают примечают скайтельцы белки которые стоят наверху на охране они там машут друг другу и говорят что на скайтельском на старшей речи ворота приоткрываются вы заходите внутрь идете уже знакомый в избе и наверное встречает вас на улице он перетягивал свой лук перевязывал его тетиву завидев вас он принимается а мастер-ведьмак краснолет прости я забыл имя Лешек Лешек как же успехи вы я вижу ты прекрасно вы раненые я вижу я вижу вы раненые ну я действительно помян доволен ну в принципе стараюсь держаться бодро и отвечаю и прекрасно и присложно мастер сетью мы нашли то что докучало вашему поселению это реликт под названием агуара если тебе о чем-то это в детстве у меня мать рассказывала по поводу этих реликтов что такое слышал я не думал что они в эти края ходятся многим рассказывали об этом и совсем немногие знают о том что это правда с этим связано похищение девочек она пыталась сделать из них себе подобных с этим связана смерть мальчиков она убила их понимая что не сможет вылепить из них ничего по своему подобию но случилось так что мы ее настигли и хоть не кого из детей ну я специально обобщаю хоть никого из детей не удалось спасти но она мертва но твои сейтхи могут подтвердить наши слова мы только что бросили им под ноги труба того создания наша часть сделки я упрямляюсь выполнена и да да спасибо вакхер спасибо тела детей боюсь что нет и вдвойне я наверное не смотрю ни на кого я произношу это просто глядя в глаза ёржину и вдвойне я рад что не пришлось найти детей живых так известно что нет общего кодекса у всех ведьмаков каждый ведьмак выдумывает для себя свой кодекс которому он придерживается к примеру тот кого вы сейтхи именуете гвинблейдом не убивает разумных созданий у меня есть свое правило ёргат я не убиваю молодняк и поэтому очень хорошо что никто из детей не попался мне под руки и и понимаем я не собираюсь нарушать свое слово и мы покажем вам путь через бракелон безусловно если угодно вы можете отдохнуть в деревне перевязать раны и как-то восстановить силы никто не станет препятствовать мои люди вас не тронут я благодарю тебя за гостеприимство выбирайте любую свободную избу она ваша и он наверное молча поворачивается и говорит я распоряжусь своим людям когда вы будете готовы они отправятся вместе с вами и он молча разворачивается и видно что он ну не счастлив исходу такому то есть он в принципе доволен тем что существо уничтожено но потому что тем что дети пропали все таки он и он наверное молча уходит обратно в зву чего делать ну я молча наверное молча реально несмотря на кого из своих спутников иду в сторону дома который вам показал да окей я наверно следую ну след я обращаюсь тихо к лешику я в раздумья стою наверно я думаю что мы оба с тобой понимаем что рано или поздно это все вернется лишь бы не получилось так что этой ночью до вероят дойдут слухи что как минимум агуара не единственное что воровало детей как бы так не оказаться подставлено я не хочу оставаться в этой деревне заночую в лесу может возьму из избы что нибудь и попробую заночевать лесу я думаю что в данном случае я тоже подхожу к ведьмаку ну я на свои же переживания как бы ношу свои мысли что не будет ли это слишком подозрительно мы торопимся вы зима горит у нас есть дело и я хочу оказаться в новиграде быстрее чем нильфгард мне есть что терять помимо сгоревшей кузни мне хочется чтобы нам вслед стреляли собирать вещи я лучше пожимаю плечами часом раньше часом позже мне совершенно безразлично если хотите поторопиться поторопимся я забираю шматье у меня стоит отдыхать нет забираю шматье но я хотел бы зайти к Йовину тогда хорошо ну заходу я думаю все собрались ты видишь что он наверное когда ты заходишь ты видишь что он синит за какими-то бумагами может быть на столом при нем стоит может быть чарка чего-нибудь крепкого он видно что он угрюм он не счастлив этому ответу они пришли сюда для того чтобы отыскать детей а в итоге они отыскали мертвых детей условно говоря надежда умрала он смотрит на тебя лешек да мы решили не ждать вы зима горит я понимаю нас ждут дела и чем быстрее мы уйдем тем быстрее мы окажемся в Новиграде или там где нам нужно оказаться я обдумал про предложение где действительно есть что терять поэтому я отправлюсь в Новиград хотя я испытываю ярое желание остаться вместе с тобой возможно когда твои дела будут закончены я с радостью вернусь присоединяйся к нам с квартире нужно такие как мне обязательно мне нужно выжить выжить и вырезать всех мы это непременно сделали мы нашли девочку вместе с Агуарой она не была уже давно девочкой но ведьмак же сказал это было чудовище такое же как Агуар ведьмак же сказал что ну минимум он так же честен как и все остальные но он выполнил свою работу мы уничтожили то что воровало ваших детей она растила такое же подобное себе чудовище как ведьмака говорил они ловят девочек чтобы создавать таких же как и они она уже давно была такой же я похоронил ее рядом с домом ну я примерно рассказываю где найти если вы вдруг хотите проверить она была чудовищем у нее была куча хвостов случайность которая постигла ее но она могла бы вырасти и продолжать воровать ваших детей поэтому возможно это к лучшему я сочувствую что не удалось найти живыми ну простой Лешик то есть ты хочешь сказать что тела детей найдены не были ну как ведьмака сказал мы не нашли тела детей стало здесь вредно что они живы она жила агуара жила в доме все следы которые мы видели где пропадали ваши дети не туда я понял надежда есть я вижу что это не добрая весть но теперь ваши дети перестанут пропадать по крайней мере на время в этих лесах наверняка водится мы знаем что водится в этих лесах с этим мы разберемся будем надеяться что проблема решена но пожалуй поиски мы не прекратим наверное в этот момент в избу со стороны входит один из белок паренек он забегает подбегает к Ярвету что на уху ему шепчет и она тут на него смотрит говорит ему на сторону с тобой разгадал старше речи отвечает ему говорит подготовь отряд да он тот парень убегает ярвет медленно поднимается говорит лешек мои отряды сообщили что нельгардцы где-то в лесах так нам нужно спешить да но я вынужден немного нарушить свои обещания я не могу сейчас дать людей потому что деревня наша деревня под угрозой раз нельгард здесь к тому же если дети живы нам нужно их искать у меня каждый человек на счету я вам отдам у нас есть три лошади забирайте их они хоть как-то вам помогут и это он достает карту свиток бумаги дает тебе ты открываешь смотришь что это карта карта леса бракелон и там очень точечно указан маршрут по которому можно пройти он передаете говорит держитесь этой тропы если вы свернетесь с нее все будет хорошо дриада вас не заметит но не сходите с нее я мне неприятно нарушать данное мной слово но обстоятельства складываются так что мне приходится это делать нужно беречь таких же как мы нужно у нас осталось мало у него есть что-то в руках на столе может быть какая-то штука предмет который можно было бы попросить у него штука предмет ну да чтоб если мы там в лесу окажемся чтоб мы не голословно говорили что Йорвит а типа какой-нибудь символ нам помог да ну какую-то банальщину я ему и говорю это может быть что-то что в случае чего позволит доказать что мы идем по моему пути дай мне меч дай мне меч дай мне меч он пускай он берет какую-нибудь повязку с своей руки снимает обматывает офис меча на нем пускай на этой повязке есть какая-нибудь надпись он подтягивает тебе говорит покажи этому любому из белок или скотеля и плантер благодарю тебя я должен вас благодарить я вернусь сюда мы будем ждать если будем живы мы тебя примем наши ждать удачи вам до конца ухожу да да ты возвращаешься в избу все наверно уже на вещах ну смотрите вы не останавливаете свое здоровье если что вам нужно отдыхать чтобы восстановить свое здоровье мы чухнем наверное если сейчас день сутки бахнуть и ночью отдохнуть вечером я наверное говорю не недобрые вести продолжают сыпаться на нас потому что это темная фэнтези что случилось в лесу полно нелевгарцев но это в принципе к дураку было понятно что они в зимой не остановятся скорее всего разведчики юрид не сможет проводить нас вернее дать нам человека но он дал карту с точным маршрутом и я показываю на меч в случае чего мы сможем доказать что мы от него и нас пропустят и он дал зато он нам предложил трех лошадей это ускорит наше полуправда в обмен на полуправду довольно справедливо как вы находитесь не будем терять времени где эти лошади мы можем катить день и ночью отдохнуть у меня микро заявка это выглядит побитым только ты получается по большому счету ну я тоже на нос нам только тебя атаковало у меня тоже чуть-чуть покослили меня до этого у тебя в нос у меня и в нос у меня и в нос а это до этого в городе похоже еще как-то седлаем лошадей что микро заявка у нас по факту ничего для разбития лагеря нету если у нас три прошу прощения если у нас три лошади то у нас три по сути всадника могут кто-то сзади спать и отдыхать спать спать на лошади ну это что такое слон что ли ну хотя бы какой-то отдых тем более ехая по лесу вряд ли можно спать на лошади даже если тропой если только через луку перекину и привяжет и то врач похоже на он ты хотел ретроспективно нет не ретроспективно по-обычному ну там это изба там есть всякие котелки шмотелки то что мы можем использовать для лагеря может даже отрывают какую-нибудь эту какую-нибудь накидку я в поход собирался наверное я взял какой-нибудь котелок мы же на элементарх мы же сбежали у нас же все было в этом ааа мы же не взяли у нас же все было в только что свое барахло было все я понял я забыл что я думал что мы взяли тележные эти а мы же только лошадь оттуда взяли да это пижало вот ну что-то такое набираем не знаю суп сварить суп сварить ну какие-нибудь я думаю котелки типа того что именно для того что для приготовления печи домашние палатки поставить кусок тряпки можно ткань чтобы хотя бы тент настелить и вы выходите идете к конюшне и наверное подходя к конюшне Ленард ты видишь что среди коней которые там припаркованы стоит твоя лошадь зря в коне тратил деньги на лошадь потому что в ведьмаке лошадь телепортируется надо посвести а не она придет наверное ну видите я расселенно так смотрю по сторонам я пытаюсь найти ну я там какой-нибудь тельф стоит возле конюшни делаю несколько шагов наверное можно было распоряжение чтобы отдать вам трех коней я поворачиваюсь к этому эльфу он ее поглаживает по грибе он наверное услышит сбивчивый довольно не характерный для меня груз мастер сеть ааа так сложилось что это моя лошадь эльф уже довольно в возрасте он смотрит на нее да она вчера довольно быстро прибилась к нашей деревне буквально ночью услышали топот я не могу пустить красивую лошадь я ну подхожу уже совсем вплотную и говорю эльфу мастер сетьхи вы не откажете мне в небольшой любезности уклянусь это сущая мелочь у вас найдется кусочек сахара или морковка сахар это очень редкость но у меня есть овощи он достает какой-нибудь корм ну что-нибудь конечевочек для лошадей подкармливает так иначе ну я наверное беру киваю благодарности положу к Мальте я глажу ее по гриве она ты видишь довольно фарчит наверное может ее бьется своей головой а твой лоб ну я наверное так приникая к ее голове полушепотом произношу вот видишь я же говорил ты найдешь выход из вызимы гораздо быстрее нашего она довольно фарчит выстилаете кони и выезжаете зря наверное яровед еще показал вам на карте указал где находится тот самый паром с помощью которого можно переместиться через панк да я забыл по нему я хотел спросить и вы движетесь в ту сторону и пускай так ваш поездка на лошадях действительно стала быстрее и так или иначе поспокойнее многие уже не так сильно пустом отдохнули чуть чути вы восстановили половину вашего отдыха который у вас есть нет у вас есть такой пункт называется отдыха было восстанавливаете восстанавливать себе этот отдых если отдыхаете час только если отдыхать день восстановить этот отдых можно и на 3 если отдыхать час восстановите отдых на у которого спрыг прописан да сейчас нам ведь половину себе этого отдыха выносим вашего носка но спрошу остановить и до половину вашего отдыха и выйдите вперед и наверное через пускай минут уже 40 час пускай же полтора часа езды вы подъезжаете видеть слышите шум реки и медив по отдали увидите джанка нет тропу-то конячий дорогу тро ведет в реке вы видите далеке ну небольшой скажем так причал пирс небольшой которому привязан довольно-таки большой здоровый паром которые себя представляют тупо веревка это была такая огромная сколочная из деревьях огромная типа типа плота до которого примутанные к примутан канат который ведет на другую сторону понтера то есть он очень длинный очень длинный кому-то надо будет тянуть а кто-то будет смотреть на вид по пандару по понтеру расползает туман и собственно говоря увидит что небольшая может даже избушка какая-нибудь стоит возле переправы а про киль мимо это не поскольку не моего внимания всего лишь 12 ну ты видишь что в избушке точно кто-то есть возможно это паромщик или тихо талан а он будет тянуть один да в соло я хочу он хочет и вы подъезжаете к переправе подъехав к переправе увидите что это избушка идет дым из трубы внутри горит может быть свет свечи на то что утром в все будет темновато вы останавливаете коней спрыгиваете с лошадей это подходит к избе хорошо вы стучитесь в дверь и дверь медленно открывается и увидишь что на пороге стоит солдат нильфгарда в черном в черном в черных доспехах а пол в полном облачении с мечом наголо смотрит на вас и услышите позади вас из кустов выходит еще несколько и услышите голос этого который вышел из из избушки ну наконец-то мы думали не дождемся тебя блок и здесь мы остановимся не не пизод запомнили 1 уже после прерыва я хочу план план много это не ответ хорошо это шесть нильфгарда в полном облачении они успеют в это и пускай ты видишь одного в избушке 2 движешься в избушке трое то есть один на входе двое позади и трое чезарь все идем на перерыв ютубчик увидимся с вами через недельку чтобы не пропускать такие вещи приходите к нам на стримов как их с ребятами вместе идите смотрите что это говно с ребятами на стриме увидимся через 15 минут не забываем youtube и подписываться на все наши соц и не сети чтобы быть вообще супер-пупер позитивно ловитесь в наши сети и карасики не толкайте детей ногами на 11 урона